Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать в нашем прямом эфире. Это КФУ Лайф. Продолжаем говорить с представителями Казанского Федерального Университета о приемной кампании 2022 года. Представлюсь. Меня зовут Роман Полинсков. И сегодня у нас в гостях представители Института Физики. И с вашего позволения я представлю наших гостей, наших спикеров, кто сегодня подробно ответит на ваши вопросы и на те вопросы, которые вы ранее отправляли нам в социальной сети ВКонтакте. И, кстати, напоминаю, их тоже можно писать по ходу нашего эфира. Директор Института Физики Казанского Федерального Университета Марат Ревгетович Гафуров. Марат Ревгетович, вам доброго дня, рад вас видеть. Здравствуйте, добрый день. И заместитель директора по образовательной деятельности Института Физики Казанского Федерального Университета Наталья Викторовна Болтакова. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Что же, начнем тогда с вводного слова, с приветственного к нашим товарищам-абитуриентам. Они вас ждут, уже смотрят. Здравствуйте, уважаемые товарищи-абитуриенты, господа, их родители, все интересующиеся, может, те, кто еще не решил, куда он пойдет и выберет свою специальность. Мы рады вас приветствовать в Казанском федеральном университете, в Институте физики. Наш институт имеет богатую историю. Физико-математический факультет был организован еще в 1804 году вместе с образованием Казанского федерального университета. Но это не означает, что мы продолжаем только старые традиции, хотя, конечно, мы их блюдем и соблюдаем, но и развиваем абсолютно новые направления, новые лаборатории, включая как астрономические исследования, так и материалы, материаловедение. Уже в этом году в рамках программы «Приоритет-2030» создано 9 новых научных лабораторий в Институте физики, и мы будем рады, если вы присоединитесь к нам и поможете нам в научных исследованиях и во всем, чем вы нам можете помочь. Анатолия Викторовна, есть что добавить? Я присоединяюсь к призыву Марата Ревгеровича. Обратите внимание на наш институт. Приглашаю ребят с абсолютно разными интересами, но, естественно, наибольший интерес проявляющим в области физики. И предупреждаю, что у нас учиться трудно, но интересно, и вы получите специалистами широкого профиля и можете реализовать все свои желания. Можете заниматься программированием, можете заниматься оборудованием, можете создавать новые материалы, можете исследовать те материалы, которые будут создавать химики, допустим, технологи, или то, что будут доставать из недр наши геологи и историки, и археологи. Очень много интересных задач, которые решают физики. Поэтому учиться у нас очень интересно. Приходите. Что ж, замечательные слова. Об институте физики мы уже несколько раз говорили, вы у нас неоднократно были в гостях, поэтому сегодня мы, скорее всего, повторим то, что у нас было в предыдущих эфирах, и, может быть, какую-то новую информацию мы тоже сегодня расскажем. Напоминаю, товарищи абитуриенты, то, что вы можете задавать свои интересующие вопросы к нам в прямой эфир в ВКонтакте, группа Казанского федерального университета. Ждем. Обязательно пишите все, что вас интересует относительно института физики. А мы пройдем по вопросам, которые нам до этого присылали. Первый вопрос. Как будет проходить процесс поступления в этом году? Как подавать документы? Наталья Викторовна, у вас больше информации по этому поводу? Документы в этом году можно подавать через портал госуслуг, можно подавать через сайт на нашем сайте, на сайте КФУ, через сайт приемной комиссии. У нас есть специальный сайт. Не нужно искать по институтам, институт физики, нужно заходить на общий сайт КФУ, и там будет баннер с сайта абитуриента. Заходите туда, и там есть вся информация по срокам, по процедуре подачи документов. Но главное, что в этом году вы можете также двумя способами подать документы через портал госуслуг и через сайт КФУ, сайт абитуриентов. А можно, конечно же, прийти и подать, собственно, ручно, вживую. Но это не всегда удобно, особенно ребятам из других городов. Приемная кампания, как и везде в России, начинается 20 июня, прием документов. Поэтому уже 20 июня вы можете открыть личный кабинет на сайте и начинать загружать туда необходимые заявления, прикреплять копии. Если вы это делаете через сайт госуслуг, где у вас уже все документы загружены, это будет более быстро. Ну, наверное, как раз нужно наших слушателей подвинуть к тому, чтобы они заполняли сайт госуслуг. То есть если у них неподтвержденный пока сайт, чтобы загружали туда все документы, личный кабинет, паспорта и так далее, все это убыстрит ваша потом дальнейшая подача документов для поступления в наш институт. Что ж, идем дальше. Еще такой вопрос интересует по поводу регионов, которые учатся в вашем институте. Ну и откуда к вам примерно едет народ? Надо сказать, что география у нас очень обширна. У нас 44%, если я не ошибаюсь, это иностранные, простите, и межрегиональные, то есть из других регионов, не из Татарастана. В первую очередь, если из ближайших, конечно, регионов нам смотреть, это Башкирия, это Марийская республики, ну и Наталья Викторовна, наверное, меня дополнит. Из Якутии, большая часть студентов у нас, да. И из разных регионов России. И с юга приезжают, и с Краснодарского края, и с Крыма, и с Саратова, и с Ульяновской области, и с всех соседних областей, естественно, и с Кировской области. И есть из более отдаленных регионов, уже меньше, конечно. Есть и те, кто из Москвы приезжают к нам учиться. Есть и такие уникальные направления интересные, что приезжают специально в Казань учиться. Радует то, что знают во многих регионах. Мне-то вдвойне приятнее было, когда я в этом году узнал, что мой земляк из моего города у вас учится, из Краснодарского края. Пройдем дальше. Это, конечно, радует то, что у нас очень много регионов знают об институте физики, но есть вопросы, которые интересуют по поводу этого года. Изменится ли стоимость платного обучения в этом году? Стоимость обучения в этом году не изменится, и будет такой же, как и в прошлом году. Это примерно сколько было в прошлом году? Зависит от специальности, на которую вы поступаете. Вот здесь есть точные цифры. По бакалавриату у нас на разные направления стоимость разная. От 130 до 210 тысяч. За год обучения? За первый курс. Относительно других вузов России это достаточно демократические цены. Да, цены демократические, и подниматься они в этом году не будут. Теперь перейдем к бюджету. Большой ли конкурс на бюджет? Вот такой вопрос интересует наших абитуриентов. Пока мы не знаем, какой конкурс. По прошлому году у нас был конкурс где-то 10 заявлений на место. Но поданных заявлений, не согласие зачисления. Все-таки согласие зачисления ребята подают в последний момент, когда они уже уверены, что поступят. А вот по количеству поданных в целом заявлений у нас было примерно 10 заявлений на одно бюджетное место. В целом по институту. Дальше вопрос по поводу ЕГЭ. И на этом вопросе на самом деле очень много кто ошибается в выборе и потом уже, к сожалению, не может поступить. Чтобы поступить в ваш институт, нужно сдавать базовую математику или профильную? Базовую. Если математика, то базовая математика. А вот о втором предмете, несмотря на то, что мы институт физики, на часть специальности сдавать физику, как оказалось, необязательно. Да как? Вот так. Все зависит от того направления и специальности, на которые вы планируете поступить. Конечно, если вы сдали физику, это замечательно. Но, например, если вы идете на направление инноватика, то там можно сдать химию или информатику, не физику. Если вы идете на направление педагогического образования, опять-таки можно сдать физику, можно сдать химию, можно сдать биологию. На нанотехнологии? На педагогическое образование. А, на педагогии, да. На нанотехнологии можно сдать химию. То есть это новшество, введенное несколько лет назад, то, что физику сдавать необязательно при поступлении в институт физики на ряд специальностей и направлений. Ну, за этим надо внимательно следить. Конечно, поэтому еще раз обращаем наше внимание, чтобы вы зашли на сайт, сайт абитуриента Казанского университета и внимательно посмотрели, куда вы хотите. Ну, сейчас, насколько я знаю, выбор предметов уже запрещен. Все абитуриенты, школьники, выпускники уже определились с выбором. То есть сейчас, получается, смотрите по тому направлению, куда ваши предметы подходят. Да, именно так. Поехали дальше. Следующий вопрос. В каких направлениях у вас есть специалитет? Специалитет у нас есть на астрономии и информационной безопасности. У нас две программы, которые работают по специалитету. Информационная безопасность автоматизированных систем, полностью название, и специалитет астрономии. Специалитет это у нас обучение 5 лет. Астрономы учатся 6 лет, а информационная безопасность 5,5. Хорошо. Идем дальше. Вот как раз-таки об астрономии заговорили. Где работают выпускники направления астрономии? Где у нас только не работают наши астрономы? Ну, во-первых, понятно, они работают практически во всех астрономических обсерваториях, не только России, но и всего мира, включая руководители обсерватории. То есть, руководители обсерватории – это наши выпускники. Второе направление – это, конечно же, преподаватели школ и высших учебных заведений по астрономии и смежным специальностям. Ну и вообще, в астрономе у нас, наверное, наиболее одна из самых сложных специальностей, которые обучаются. То есть, им нужно знать много, от самых фундаментальных основ до приложений. И поэтому люди, заканчивающие астрономию, находят себя абсолютно во всех сферах деятельности, не только в тех, что я перечислил. Может быть, Наталья Викторовна добавит. Да, у нас на специалитете, благодаря тому, что астрономы должны обладать большим количеством компетенций, они должны знать хорошо и физику, как сказал Марат Ревгерович, и математика. То есть, у них должен быть в совершенстве развит математический аппарат, потому что даже представить сферическую, просто представить себе сферическую систему координат, не каждый может, да, выпускник школы или даже студент вуза. А здесь людям практически всегда приходится работать вот в этой другой системе координат. И очень нужно им программирование, поэтому очень много дисциплин, связанных с программированием. Ну и к тому же у них в дипломе небольшой бонус есть, они выходят астроном-преподаватель. То есть, люди получают очень много компетенций, очень много возможностей для того, чтобы потом себя реализовать. То есть, если даже они не будут работать астрономами, они могут работать с программистами легко, у них очень хорошо эта компетенция будет развита, или преподавателями. Хорошо, идем дальше. Если есть желание заниматься прикладной наукой, какие возможности есть у вас в институте? Как я уже говорил, только в рамках «Приоритет-2030» у нас создано 9 научно-исследовательских лабораторий. Это не считая тех лабораторий, которые у нас уже есть, их больше 35. Поэтому у нас, начиная примерно уже со второго курса, люди приходят в лаборатории по интересам и начинают заниматься наукой. Прикладной наукой. Начиная от расчетов и заканчивая уже непосредственно синтезом веществ и материалов и их исследованием. То есть, опять-таки, поскольку у нас такой разбег, охват и сферы деятельности огромные, еще раз, от астрономии до ядерной физики, то есть, заниматься есть чем угодно. Если люди любят паять на здоровье, любят исследовать нефть, заниматься катализаторами, вместе с химическим институтом, институтом геологии и нефтегазовых исследований, мы участвуем во всех этих проектах. Хотят заниматься радиоастрономией, замечательно. То есть, программированием, естественно, пожалуйста. То есть, тут даже у нас очень трудно поставить границы, ну и потом у нас очень много программ, которые поддерживают молодых и талантливых наших студентов, с тем, чтобы они занимались, создавали свои стартапы. У нас есть ряд именных стипендий для того, чтобы люди спокойно занимались наукой и прикладными исследованиями именно за наши даже деньги, за деньги института физики, за деньги Казанского федерального университета. Не говоря уже о многих грантах и прочих программах, которые выигрываются, и тогда, конечно, поддержка науки этих прикладных исследований у нас уже ведется за счет государства либо за счет хозяйственных договоров с субъектами, с хозяйственными субъектами, с предприятиями. Замечательно. Следующий вопрос. Можно ли поступить в ваш институт после окончания колледжа? Конечно. Несомненно. Там какие-то правила определенные. То есть ребята могут либо так же, как и раньше, записаться на ЕГЭ, то есть у нас никому не возбраняется. Любой гражданин, который не сдавал ЕГЭ, может записаться, пойти в какой-то определенный центр, где принимают экзамены, единый государственный экзамен, записаться, сдать этот экзамен, либо многие учреждения проводят внутри своих стен такие экзамены, и потом поступить в ВУЗ, например, к нам. Второй вариант – это когда ребята приходят и сдают у нас вступительные испытания, вступительные экзамены. По уровню сложности они такие же, как ЕГЭ, чтобы все были в равных условиях. Такие же экзамены сдают иностранные граждане, поскольку они ЕГЭ не сдают. Поэтому для выпускников специальных профессиональных учреждений образовательных та же возможность предусмотрена. Либо они сдают ЕГЭ и могут поступить к нам по ЕГЭ, либо они сдают у нас вступительные испытания. Для студентов СПО еще такой уточняющий вопрос. Не со всех же направлений могут прийти в институт физики, или же в институте физики со всех направлений СПО берутся? Если они сдадут физику, почему нет? Ага, то есть вот от этого зависит. Пожалуйста. То есть у нас вступительные испытания по физике. Те же самые, которые по ЕГЭ, если они сдают вступительные испытания физика, по педагогике там только, по-моему, у них именно как вступительные испытания педагогика. Но педагогики у нас идут как бы отдельным блоком по университету, поэтому у них по педагогике будет вступительный экзамен. И на остальные направления они сдают физику вступительные испытания и на общих основаниях в общем конкурсе участвуют. Хорошо. Следующий вопрос. Есть ли у вас отсрочка от армии? Конечно. Как и во всем Казанском федеральном университете, на время учебы предоставляется отсрочка от армии. Те люди, которые потом захотят продолжать обучение в магистратуре и в аспирантуре, тоже. Проводите ли вы экскурсии по институту? Регулярно, постоянно и, так сказать, в различных комбинациях, конечно. То есть, во-первых, приглашаем всегда посещать наши Дни открытых дверей. На Днях открытых дверей мы обязательно проводим экскурсии по нашему лаборатории. На нашем сайте вы можете также увидеть 3D-виртуальную экскурсию на сайте Института физики по лабораториям. Ну и отдельно, если вы смотрите наши паблики ВКонтакте и другие наши социальные сети, то мы отдельно объявляем о таких мероприятиях, как посещение опыты, эксперименты и посещение лабораторий в нашем подразделении. То есть, если ваша образовательная организация способна сформировать группу из 20 человек, то руководство может связаться с нами, и мы по договоренности устраиваем отдельные экскурсии вне Дни открытых дверей. Это еще отдельная, как бы сказать, часть. Особо с этим проблем нет? Особо нет. Главное договориться по дате, чтобы не застать нас врасплох. Ну, понятно. То есть, мы, конечно, не дадим потрогать все ручки и сделать какой-то эксперимент, но что-то можем показать. Если бы это было так просто, то здесь бы у нас не учились люди по 4-6 лет. Если бы они сразу приходили со школьной скамьи, либо после колледжа, и сразу умели крутить ручки и получать те результаты, которые получают наши специалисты. Ну, вот уже заговорили о Днях открытых дверей. И интересуется, когда состоится День открытых дверей Института физики? У нас когда уже? 9 июля. 9 июля. В июне все будут заняты с дачи ЕГЭ. Поэтому не до этого будет, я думаю, ребятам. Поэтому в июне Дни открытых дверей не будет. И мы будем заняты приемом государственных экзаменов и защитой выпускных работ. А в июле у нас будет два дня открытых дверей. 9 и 23 июля. Когда ребята и родители могут прийти. Замечательно. У нас вопросы все закончились, которые нам отправили до эфира и которые по ходу эфира нам тоже отправляли. Есть ли что-нибудь добавить под завершением? Ну, мы еще раз призываем всех абитуриентов, желающих, их родителей, приходите к нам. Еще раз Наталья Викторовна уже говорила, учиться у нас сложно, скажем сразу. Компетенций много, заниматься приходится много чем. Сложно, но интересно. Ну и потом Институт физики, это не только учеба, это и социальная работа, и спорт, и развлечение. Для этого у нас сделано все. Наши службы очень хорошо в этом направлении работают. Поэтому я считаю, что вам здесь будет с одной стороны и интересно, не только с точки зрения учебы и науки, но и с точки зрения развлечений. Если Наталья Викторовна хочет что-то еще добавить. Если вы хотите поступить в Институт физики, не бойтесь, хоть мы вас и пугаем, что это трудно. Но у вас есть возможность подать несколько заявлений, вы это знаете. Поэтому мы рекомендуем подавать внутри Института на разные направления, потому что на разных направлениях конкурс немножко разный. Средний балл проходной получается разный. И не пройдя на ваше приоритетное направление, вы, допустим, можете пройти по конкурсу на какое-то второстепенное или третье в вашем рейтинге направление и поступить. А затем уже, может быть, вам это другое направление больше понравится, может быть, это будет судьба. Либо при освобождении места на вашем приоритетном направлении вы всегда можете перевестись на желаемое направление. Поэтому любыми силами, если вы выбрали нас, любыми силами старайтесь к нам поступить, хоть как-то зацепиться. И мы поможем вам найти себя, найти свое место и реализовать себя в любой точке приложения нашего института. Что ж, на этих прекрасных словах предлагаю закончить. Большое спасибо, коллеги, что нашли время к нам прийти. Надеемся, приемная кампания для Института физики пройдет хорошо. И новые студенты будут заниматься и новыми открытиями, и в культурной, и в спортивной деятельности тоже Институт физики поднимут. Раньше, помню, был Институт физики, у нас чемпион России был по мини-футболу среди студентов. Да, в футбол развиваемся, поэтому футболистов, волейболистов и баскетболистов милости просим. Так что для интереса, уважаемые абитуриенты, о всей жизни Института физики можно узнать также на нашем телеканале Универ ТВ. Там есть ролики по Институту физики, там есть их выступления со 100-200 на дня первокурсника, и различные прямые эфиры с игр по футболу, мини-футболу и так далее и тому подобное. Еще раз благодарю то, что вы к нам пришли, надеемся, еще с вами увидимся в рамках нашей программы КФУ Live и во время самой вступительной кампании тоже, наверное, какие-нибудь прямые эфиры мы все-таки придумаем. На этом мы с вами заканчиваем. Всем большое спасибо за внимание. Это был КФУ Live Института физики. Меня зовут Роман Полинсков. Увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин